И снова здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня у нас в гостях Юлия Меркулова, призер 8-го Всероссийского фестиваля конкурса «Хрустальные звездочки». Юлия, здравствуйте. Юлия, ну у нас к вам целый ряд вопросов, на самом деле. Ну давайте начнем с того, что из себя вообще представляет фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки». Что это такое? Фестиваль «Хрустальные звездочки», я считаю, это такой конкурс, где дети могут показать свои таланты и также попробовать свои силы и просто принять участие для удовольствия. То есть это некий фестиваль, в рамках которого участники показывают разные грани своей личности, если так можно. Это очень круто, на самом деле. А где проходил этот фестиваль? Этот фестиваль проходил в городе Москве, в детском театре юного актера, который был открыт 25 марта нашим президентом Владимиром Путиным. И получается мы стали первыми, кто выступал на этой сцене после открытия. Это очень круто, на самом деле это очень почетно и очень наверняка волнительно. Да. Давайте поговорим о ваших эмоциях до выступления, после выступления, что вы ощущали? Мне очень понравилось участвовать в этом конкурсе. Я еще раз хочу туда съездить. Эмоции, наверное, запомнены всю жизнь, но все-таки, когда я выступала, перед тем, как выходить на сцену, было какое-то волнение. Я пыталась его подавить. Ну, немножко получилось. Потом, значит, когда я уже выступила, просто эмоции вышли просто из-под контроля. И все. Ну и конец, да, в принципе. Можно было расслабиться, в принципе. А вот когда вы все-таки узнали, что стали обладателем третьего места, что вы ощутили в этот момент? Ну, сначала я как бы немножко расстроилась, то, что третье место, потому что я привыкла получать первое место. Но все-таки, я считаю, третье место это тоже очень хорошо, так как это все-таки лучше, чем просто грамота за участие. Я была рада за то, что я смогла соревноваться с такими сильными соперниками. И все же, я считаю, что у меня есть куда стремиться еще. Безусловно. И это очень важно, что вы осознаете, что это еще не потолок, что можно еще лучше. Ну вот скажите, пожалуйста, говоря об участниках, иных участниках, сколько вообще человек принимало участие в итоговой стадии этого фестиваля? Всего было 26 участников, а в нашей, так сказать, в нашем инструментальном мастерстве было их 11 или 12. Ну, давайте поговорим именно о направлениях. Сколько всего было направлений? То есть было инструментальное мастерство, вокал, хореография и все. И каждая номинация, каждое направление отдельно соревновалось, я так полагаю, между собой? Ну, получается так. Отлично, отлично. Это наверняка очень справедливо, очень правильно. Вот говоря о вашем таланте непосредственно, давайте поговорим о нем. На чем вы играете? Я играю на фортепиано. Ну вот каково это, играть на фортепиано, которое вы впервые видите, или нет никакой разницы вообще в принципе? Нет привязанности к своему личному фортепиано. На самом деле каждый пианист должен уметь приспосабливаться к разным инструментам, именно в рояле или же пианино. Так что я не вижу именно смысла то, что если ты привязан, допустим, к своему домашнему инструменту, а когда приходишь в другое место, ты уже не можешь сориентироваться. Так что я пытаюсь научиться тому, чтобы уметь приспосабливаться к каждому инструменту. Конечно, это очень важно. Ну вот говоря именно о той мелодии, которую вы играли, что это была за мелодия, что это была за композиция? Это произведение называется «Прелюд», композитор Бенджамин Вилл Плей. Ну, я так понимаю, вы уже закончили музыкальную школу или все еще учитесь? Учусь. На каком вы классе? Восьмом. Восьмом? Разве там не семь классов вообще в принципе? Сначала было семь, теперь добавили еще вроде как два класса, то есть до девятого. Сначала должна была закончить семь классов, но так как я решила связать свою жизнь с музыкой, я до девятого там осталась. Это очень круто. А что дальше? Какие планы в дальнейшем? То есть закончить эти девять классов, возможно, дальше консерватория или что-то еще? Сначала поступлю сюда в колледж в этом городе, культура и искусств имени Даурова. А дальше уже как? Пойдет, да. Ну вот, Юлия, хотелось бы вернуться непосредственно к моменту вашего выступления. Какие эмоции вы испытывали именно, когда играли ваше произведение? Когда я играла в свое произведение, я пыталась подавить свое волнение. При этом сыграть это произведение просто с душой, не просто как соревноваться среди участников, а просто выйти, подарить эту мелодию зрителям, просто сыграть для себя. Ну это самое важное на самом деле. Вот говоря об других участниках, о ваших конкурентах фактически, был ли конкурент, который вам запомнился больше всего? Там был такой мальчик, ему было 11 лет, я не помню, как его зовут. Значит, он был в младшей группе, он тоже играл на фортепиано. Он играл сложное произведение. И сначала я даже не думала, что такой маленький мальчик может такое серьезное произведение сыграть. И он получил первое место, плюс он занял гран-при. Так что он не запомнился больше всего. Ну вот какие эмоции вы испытывали, когда он играл? Я не слышала, как он играл. А вы не слышали? Мы были в гримёрке. Ага. Это не совсем хорошо, наверное. Потому что вы бы могли оценить в живую его выступление. Так мы были за кулисами. Ну так, получается, вы видели, как он играет? Там раньше лучше не стоять, потому что там толпа была. Получается, нас потом уже вызывали по очереди. Так, проясним вне эфира. Как это все происходило? Ну то есть сначала мы были в гримёрке. У нас был специальный телевизор, который показывал прямую трансляцию, что ведется на сцене. Потом нам объявляли, кто идёт следующий, кто потом. Получается, когда уже ближе была моя очередь, мы подходили за кулисы. Потом нам объясняли, из какой как бы за кулисы выходить. Ну и всё. А были ли репетиции до генерального выступления? А возможно на репетициях вы смогли с кем-то из участников переговорить, узнать какие-то секреты, уловки? Ну секреты нет. Секреты нет. А вот из тех участников, с которыми вы всё-таки успели пообщаться, кто запомнился, кто является интересной личностью, возможно с кем-то вы продолжите контактировать в дальнейшем и делиться творческим опытом. Такого не было. Нет. Вот очень жаль на самом деле, потому что творческие люди, мне кажется, должны объединяться в коммуны, в группы, чтобы делать этот мир лучше, чище и прекрасней. Ну вот, Юлия, хотелось бы спросить следующее. Есть ли человек или возможно даже группа людей, которым вы благодарны своим успехам, которые вас готовили? Я благодарна своей учительнице Бессоновой Людмиле Ивановне, потому что если бы у меня не было такого прекрасного учителя, я бы не выступала на таких серьёзных конкурсах и не занимала лучшие места. Да. Также хочу выразить благодарность своим родственникам, бабушке, дедушке, маме, папе за то, что повезли мне на этот конкурс, за то, что я приняла в нём участие. Ну, это очень важно, что есть такой педагог, преподаватель, который понимает своего ученика и который помогает ему достичь таких высот. Ну вот говоря об остальных конкурсах, в которых вы принимали участие, что это были за конкурсы и какой конкурс запомнился больше всего? Я принимала участие в различных международных, республиканских, городских конкурсах и больше всего мне запомнился, скорее всего, это был международный конкурс. Я не помню, как он назывался, но там я заняла гран-при, первый раз в жизни, и он запомнился мне больше всего. Такое самое яркое впечатление получается Говоря о ваших заслугах, о всех, что есть и о всех тех заслугах, которые вы можете в принципе достичь Если у спортсменов такая золотая мечта это стать чемпионом, победителем Олимпийских игр То что это за золотая мечта у пианиста? Скорее всего, некоторые хотят стать знаменитыми Некоторые же просто играют для себя, для своих близких И как бы лично я склоняюсь к тому, чтобы играть для себя, в свое удовольствие И при этом не гнаться за известностью или же деньгами Ну такой подход он радует на самом деле Потому что когда человек делает что-то с душой, а не ради чего-то То у него получается все намного лучше, проще, быстрее, легче и так далее Ну вот говоря все-таки об известности и так далее Есть ли у вас социальные сети? Есть А размещаете ли вы там контент, как вы играете и так далее? Почему? Не хочу Ну возможно вы бы стали крайне известны и популярны Ну не знаю Ну все я думаю впереди Какие у вас есть вот в дальнейшем планы? Вот это, а еще одна ниша, которую вы покорили, можно сказать Еще одна вершина, которая была достигнута, еще одна галочка, скажем так Что дальше? Есть ли у вас какие-то планы по развитию? Ну в данный момент я собираюсь принять участие в конкурсе, который будет проходить в Пятигорске Мы только начали разучивать программу новую Получается осталось всего два месяца Я хочу, чтобы я просто успела все выучить Ну говоря вот о том, чтобы все выучить Сколько идет подготовка к самому конкурсу? К любому? Ну обычно конкурсы проводятся в разное время То есть я могу к нему готовиться несколько месяцев Обычно у нас все конкурсы начинаются после уже нового года Получается за это время мы должны успеть улучшить все При этом научиться играть с душой То есть показывать одновременно артистизм А что сложнее всего в вашей деятельности? Сложнее всего это, скорее всего, когда выучила произведение Потом уметь его передать так людям, чтобы они поняли, что я хотела донести до них через свою музыку А часто ли удается достичь этой цели? Не знаю Нет ли слез у тех, кто смотрит, слушает точнее ваше произведение? Жаль, но я думаю, к этому вы вскоре придете Ну вот, Юля, хотелось бы отметить, что в рамках нашей телепередачи есть такая замечательная и крайне интересная традиция Каждый наш гость в конце нашего диалога делает свои определенные пожелания нашим дорогим телесрителям Что бы вы им хотели пожелать? Я хочу, чтобы все зрители шли к своей цели, несмотря ни на что Чтобы они преодолевали все преграды и никогда не останавливались на этом пути Также желаю всем удачи Спасибо большое за ваши пожелания Но я напоминаю, дорогие телезрители, что сегодня у нас в гостях была Юлия Меркулова Призер 8-го Всероссийского фестиваля конкурса «Хрустальные звездочки»